Всем привет, друзья! В этом видео мы посмотрим с вами матч, который я сыграл буквально на днях против одного из топовых игроков в Де Макса в рамках King of the Desert 4. Соответственно, в этом видео я думаю, что мы посмотрим с вами все три, ой, все четыре игры, которые были. Соответственно, счет спойлерить не буду, хотя все равно видео изначально предполагающее счет вы, скорее всего, уже знаете. И поэтому цель этого видео во многом поделиться именно моими мыслями и рассказать вам, что и как происходит. Итак, экшен у нас начинается уже на минуте 20 на первой карте, соответственно, Макс играет за вьетнамца, ему заранее известно, где находится его оппонент. Он прибегает ко мне на базу, зная, где я нахожусь, и первым делом сразу забирает четырех овец. Я смотрю эту игру уже не первый раз, и я до сих пор не знаю, где конкретно находились мои овцы. Это очень забавный такой эпизод, потому что постоянно что-то вначале отвлекает, а Макс, конечно, украл этих овец очень рано и сразу использует бонус вьетнамца. При этом, конечно, находит сразу своих овечек, вот этих овечек он тоже здесь видит, то есть он про них знает, потому что он их увидел своей овечкой, которую разведывал. При этом он еще подманивает дебру, и экономика у Макса становится просто божественной, потому что в этой ситуации, как, может быть, многие из вас знают, Эфиоп в каком-то смысле страдает против вьетнамцев, потому что у вьетнамца очень сильные лучники, очень плотные, да и не только лучники, но еще и скирмы. Поэтому в целом у него большое преимущество на это все, и по экономике у Эфиопа не настолько сильный эко-бонус, чтобы прямо вот опережать того же вьетнамца, поэтому эко-бонус вьетнамца вполне здесь сравнимый. Итак, собирается он здесь драшить до мельницы, ну, соответственно, он играет через два домика, это лично мне не очень заходит, то есть я считаю, что это слишком слух хочет вот этот драш на 10-15-20 секунд, которые важны, важны в этой стратегии, поэтому, конечно, это приятно для меня, что он здесь делает барак, ну, а я в свою очередь, посмотрите на мою разведку, по-моему, я идеально здесь пробегал, просто все посмотрел, все посмотрел, овечек не нашел, и здесь, добавно, вот эта овечка сходила, посмотрела вот эту темную зону, и как раз здесь бежал скаут врага, было бы забавно, если бы и эту овечку он тоже бы украл. Да, на этот момент времени, конечно, тут я думал о другом, я все видел, что он делает ранний драш, и мне казалось, что с таким большим количеством еды, вполне вероятно, что он пойдет в какой-то, в какой-то, в какой-то фаст кассел, то есть можно было сделать здесь без стен вполне, очень вряд ли бы я бы его здесь как бы, как-то бы смог бы наказать, поэтому можно было сделать просто драш рука. Но я в свою очередь против стратегии с ранним драшем, я примерно для себя уже отметил, что очень хорошо будет заходить стратегия драш плюс луки, то есть вы ставите барак, делаете тех же самых мечников, просто немножко позже, и это помогает вам здесь как-то отбиться и как-то выживать. Да, здесь, конечно, он приходит ко мне, понимает, что всего два мента, тут моментально принял сражение, вот это, конечно, получилось не очень хорошее, много хпшек я здесь потерял, и здесь немножко не вовремя подвел скаута, поэтому, собственно, минус один мент на ровном месте. Но здесь Макс ошибся, как мне кажется, решил принять здесь сражение и дальше тоже драться, в итоге я здесь получше отконтролил, а в итоге Макс остался без драша. Соответственно, давайте проанализируем, то есть у Макса сейчас больше еды могло бы быть, да, то есть я только-только нажму апгрейд, опять же, не нажал его раньше, потому что, ну, то есть мог бы там креста где-то отменить, видите, еще одного заказал, не нажимаю раньше, потому что мне кажется, что Макс может сделать здесь драж века, и вот этого мента, кстати, я не заметил, если бы я его увидел, то, конечно, мог бы нажать ап на одного креста раньше, но я этого не сделал. Ну, а, соответственно, Макс здесь перешел, начинает сразу ментами напрягать, понимаю я, что тут ни о каком посткасты не пахнет, там нажимаю переход, и теперь наша задача просто успеть феодал и использовать те ресы, которые у нас будут, это ресурсы, которые у нас будут, а ресурсов в целом в этой ситуации у нас будет много. Здесь, конечно, хорошо, что он не пошел на вот этого, на эту зебру, дал мне ее докушать, это очень приятный за сетезод, но Макс уже делает первого лучника, сразу отправляет его на форвард, ни мечник, ни скаут достаточного количества хитпоинтов для того, чтобы выигрывать время не имеет, и получается не то, чтобы очень и очень круто. Соответственно, переходик скоро будет завершен, по крестам я пока что немножко отстаю, там, насколько на 9 секунд у меня больше айдла, но это не так страшно, важно, что креста здесь получится спасти, не помню, да, получилось спасти, но немножечко продамажил его мечников, и здесь сразу достраивается арчери большим количеством крестов кузницы, и здесь очень хорошие стены, то есть не пустил я его в итоге вот сюда вот внутрь своей экономики, первый скирм заказан, дальше заказываем лучников, скирмом я здесь планировал как-то по вражеским лучникам пострелять, но сам немножко офигел с того, что какая-то вот эта вот была очень тяжелая позиция, сложно здесь было микроконтролем заниматься. Да, здесь кузнецами скликнул, очень неудачно заказал форджинг, апгрейд, который мне сейчас совсем не нужно, апгрейд на атаку для пехотных юнитов, соответственно, как вы понимаете, что здесь никакими пехотными юнитами пока что не пахнет, и фёк, это же, конечно, не лучная цивилизация, это цивилизация пехоты, для тех, кто не знал. Да, пока что у меня минус 2 креста, где-то 2 крестян, да, я потерял, собственно, здесь намечников одного, и вот здесь на лучниках, то есть, по сути, если немножко скипнуть тот момент, что у меня было меньше еды, что я сделал в форджинг и какие-то другие моменты, в целом, моя экономика хуже всего лишь на 2 крестьян, не так уж это и много. Да, здесь получается отбиться, огромное количество скирмов я использовал в то, чтобы здесь отбиться, вышел на третью лесопилку, потому что что-то вторая мне нравится перестала, здесь у меня как-то нашел, а среагировал, потерял еще одного креста, то есть уже 3 креста разница, ну и здесь Макс подходит хорошей пачкой скирмов лучников. Как мне кажется, пока что на данной стадии, мне немножко подсейвило, что я инстантли, сразу, мгновенно, сделал броню, это помогло мне какие-то файты здесь выигрывать и чувствовать себя довольно уверенно. Здесь 2 скирма замечают парашескую армию, сейчас я их вроде до контроля, отступлю четенько, и вот здесь очень здорово заходят 3 лучника, то есть уже минус 1 вилл, соответственно, потихонечку начинаем догонять по эко-убийствам, айдл-пц, кстати, у нас у обоих стал сильно больше, и здесь получилось забрать еще 2 крестьян, что немаловажно, еще и фермочку сломал. То есть здесь вот был очень приятный момент, Макс еще и тачку заказал, то есть немножечко отказывается от быстрого перехода в пользу более сильной экономики, может быть, это имеет место быть, но, как мне кажется, в этой игре Максу не хватило немножечко безбашенности, то есть, по идее, он здесь в большую лын, у Макса было бы намного больше шансов забрать эту катульку. Да, здесь микроуправление не самое хорошее для меня, тут надо было либо не пускать его на горку, либо здесь не стоять, еще больше отступать, то есть нужно было постоянно двигаться, немножко я здесь дохалявил. А лучников также закидываю налево-направо, то есть 3 лучника, по сути, уже спасают мне игру, которую меня поубивал крестьян, и, несмотря на то, что у Макса, ну, если взять, конечно, то, что у Макса есть тачка по экономике, я сейчас немножечко лидирую, ну, или примерно равная ситуация. Да, здесь у скирма 36 хп против 6 хп от моих эпиопских скирмов, то есть, конечно, ситуация у Макса намного лучше, но, что важно, здесь нет ни одного лучника, поэтому убить крестьян он здесь не может. То есть, вроде бы, ситуация классная, вроде бы армию он у меня убил, соответственно, продолжают ее здесь убивать, конечно, делать так, как я не очень правильно, то есть надо новых скирмов стараться не терять, потому что, как я уже отметил, крестов он бить не может, а вот по скирмам с удовольствием бы стрелял. Поэтому, конечно, здесь в идеале было скирмов вот этих вот не отдавать. Но, по итогу, удалось здесь прогнать немножечко Макса, также перехожу в замковую эпоху, не сильно позже, не сильно раньше, и здесь, да, что важно, Макс также построил рынок и продал камень. Здесь был интересный такой момент, который, я думаю, вы не очень заметили. У меня было приблизительно 30 секунд на то, что я думал, блин, продавать камень или не продавать. И за те 30 секунд, что я думал, Макс именно за это время купил еду и продал камень. То есть, курс для меня был намного хуже. Если бы я сделал это на 30 секунд раньше, то есть, в момент, ну, маркет у меня был раньше, чем у него построен. Ну или по крайней мере раньше, чем в итоге он продал. Если бы я это сделал, я получил бы намного больше, но я получил бы больше ресурсов, а Макс бы получил бы с этого меньше ресурсов. И здесь очередная ошибка от Макса. Мне кажется, ему надо было здесь тоже для такой пачки зафорсить. У него всего 5 лучников и там большое количество скирмов. Если бы он вот в этом моменте сразу бы сделал апгрейд на элитного скирма, мне кажется, он пошел бы агрессивно и отпущал бы меня здесь. То есть ему здесь не нужно было... Ну то есть в выборе между лучниками и скирмами надо было обязательно выбрать скирмом. Макс также добавил осадку, потому что все-таки оба мы продали камень. Играем немножко агрессивно по экономике. И на самом деле у меня здесь выравнивается. То есть мы больше уже зависим от микро. Армия, да, у него побольше. Но сделать по сути он ей всю игру ничего не может. То есть ему всю игру реально больше армия, но никакого профита этому не дает. Здесь очень хороший выстрел от Макса. Я вообще удивлен, что я засейвил здесь манганельку, но в итоге засейвил. Да, здесь сразу скирмом я иду в рейд. И несмотря на то, что Макс закрыт, а я открыт. Да, здесь я его тоже прикольно обманул. В итоге 1-0 по манганелькам. И сразу иду по сторонам рейдить, потому что понимаю, что как-то Макс постоянно стоит, что-то не делает, не наносит мне урона. А у меня скирмочки там зашли, лучнички здесь зашли, стреляют крестьяне, что-то у него не работает, постоянно чем-то занимают. Все меня только устраивает. Макс здесь докупил 100 камня, построил городской центр, и я подумал чем я хуже и сделал приблизительно то же самое. Да, здесь на дому лучника, конечно, много внимания, трех скирмов пришлось оставить. Ну и здесь Макс небыгодно подходит вот под эту горку драться, потому что у него нет апгрейда плюс 1 на броню, и снова, снова да, то есть стоит отметить, так же как и в первой эпохе, у меня банально лучше апгрейды, чем у Макса. Здесь снова микро манганельками, минус 1 манганелька у него, а у меня все еще моя первая манганелька живет. Я еще ни одной не терял. Да, это очень тоже такой важный момент. Я, конечно, я думал я очень сильно отстываю в этой игре, но каждый раз когда вот это происходило, у меня в голове было что-то наподобие как, да, не очень-то я ей проиграю, и здесь вы посмотрите на эту красоту задоджил, матрица, выстрелил еще раз увернулся, выстрелил. Понятно, что Макс не контролил, но все равно сам факт, что вы в такой ситуации выходите в плюсом. Я этой одной манганелькой разменялся уже в 3. Вы представляете какое бэлью крутое, да? И вот здесь важный момент ТЦ на камень я подставил просто потому, что нет места лучше для ТЦ. Вот, соответственно я думал здесь делать фаст-тимп, у меня были неплохие резцы, вон там уже несколько соток еды золота, но здесь просто поставил ТЦ увидел кучу крестьян, думаю, это будет замок это будет мой стиль, время ставить замок и вот здесь важный момент, я прямо сейчас увидел, что армия здесь идет, и знаю, что армия здесь идет, не помню почему, почему-то знаю, что две пачки по сторонам, и поэтому я понимаю что я могу пушить горку, потому что в целом если бы тут было бы 2 анагра, если я тут удачно не размениваюсь, у меня просто полная фиасыч здесь. Да, здесь неудачно законтролил Макс в итоге не контролил анагр, поэтому он по мне попал, этого я не ожидал, и здесь Макс заходит мне в экономику, но и в том же время отдает здесь очень прикольную позицию да, здесь еще один размен, вы посмотрите я еще ни одного анагра в этой игре не потерял ни одного, а он уже 5, 5, 5 на 0, вы понимаете? Размен по анаграм 5 на 0 один из, да, того, как у меня получается здесь что-то делать. И у Макса есть здесь армия, но вот этот С очень классно сейвит у меня вроде как 3 ТЦ, и ходить вальяжно он здесь не может, то есть ему очень много времени нужно на то, чтобы экономику здесь подвинуть, да, какие-то штуки сделать, и при этом еще на форварде меня напрягать, потому что здесь анагра ездит, одна секунда там, одна ошибка и армия уже потеряна. Да, у меня все еще остались крестьяне на камне, потому что я понятия не имею, как этими крестьянами добывать другие ресурсы. Леса здесь не видно, то есть моя разведка примерно вот такая, здесь я вижу только озеро, могу догадываться, что там есть деревья, но сколько, без понятия, поэтому добывать леса здесь очень тяжело да, соответственно, видел я, что из-за этой осадки он пытался здесь сделать какие-то свои анагры собственно, отсюда вылез анагр, который разменялся там другой, то есть уже какое-то количество анагров я потерял, и вот здесь тоже важный момент, что вот этот анагр, он здесь увидит вот эту осадку, это реально, это настолько было важно в игре, понимая, что он будет меня отпушить туда, это очень приятный момент, соответственно я думаю, Макс не был уверен, что он видел эту осадку или не видел соответственно, здесь идет второй замок, но это уже какое-то Йола, я понимал, что мне надо как-то напрягать честно говоря, я думал, что Макс в МПУ уже переходит, да здесь, конечно хорошо для него, что он этот замок отменил но я ожидал, что он замок куда-то вот сюда поставит но Макс решил сейвово под МПУ может быть, он здесь уже планировал переход, у него 500 там еды, но по итогу как-то у него он не допланировался важно здесь еще, что я большое количество ферм отбил, то есть у Макса всего лишь 11 крестьян на еде, против 20 от меня и по фермам я в целом уже вышел вперед как раз-таки здесь, как только появилось дерево легко заюзать это все дело к ферме и все неплохо, кстати, стоит отметить что Макс уже играет давно с баллистиком не обложился, а я все еще играю без баллистики баллистика мне тут не сильно нужна, да и видя здесь отсадку, решил сюда шателов заказать стоит признать, я очень удивился, когда понял что здесь есть кони, то есть я когда увидел здесь кони, для меня это было что-то вроде как чтоуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Здесь, конечно, неприятный момент, я думаю, я мог бы достроить этот замок, но здесь надо было лучше доконтролить. То есть надо было строить замок, а на грамме надо было подъехать, ну а здесь по итогу получился очень неприятный размен, прям фу-фу-фу-фу-фу, и я расстроился, потому что на самом деле здесь можно было дальше покушать, еще больше ферму Макса отжать, и может быть бы что-то получилось. Но прямо сейчас я понимаю, вот в этот момент, когда крестами иду сюда, что Макс, похоже, выходит направо, да, то есть не только налево, слева я здесь в целом-то, ну, ходил, я здесь вижу, у меня скаут здесь бегает, здесь пустыня. А вот справа я знаю, что здесь есть осадка, здесь есть ресурсы и так далее, поэтому решаю построить вот этот замок. Отчасти сложно описать его логику, да, но на деле это хороший замок, то есть у этого замка есть сразу несколько функций. Во-первых, камень, то есть у него я отбиваю камень, я понимаю, что ему будет чуть-чуть сложнее с замками, со всем остальным, замки это очень прикольная тема в такой игре. Плюс я создаю себе как бы плацдарм вот на вот эту вот часть карты, и я не даю ему свободно перекидывать туда-сюда крестьян. То есть, ну, я еще не знал, что здесь есть городской центр, но я думал в духе, что если я здесь каких-то крестьян убью, то здесь просто ничего не будет, этот угол умрет сам по себе, просто потому что там нельзя ничего отстроить и возобновить. То есть у Макса очень клево подходит ресурс, а я в свою очередь, ну, немножко приостановилась атака, да, то есть какой-то атаки здесь уже конкретно у меня нет, то есть эти два замка уже стоят, ничего конкретнее здесь развить сложно. Здесь вышка, которая мне не дала построить замок, я ушел куда-то направо, и здесь Макс мне еще кучу крестьян убил. Вот это тот момент в игре, когда Макс вроде как начал развязываться, потому что он все еще меня рейдит, а атака моя лично застопорилась. Соответственно, да, в свою очередь здесь Шателлы очень клево приходят и убивают юнитов. Здесь увидел таун-центр и понимаю, что кушать в эту сторону я пока не готов, мне не хватает здесь осадки, ничего, нужны импы и требы. А в свою очередь, Макс здесь идет большим количеством крестьян и в целом заходит сюда. Загадка для меня, почему Макс продолжает делать скирмов в виде уже Шателлов, но, видимо, что-то знает. Соответственно, увидел этот замок, очень рано я на него среагировал, но понимаю, что сделать мне тут пока нечего. Крестьяне здесь справляются пока что с рыцарем, просто потому что Шателлы здесь очень заняты отгонями крестьян. И вот здесь интересный момент, я знал, что он пойдет здесь достраивать замок, это был мух, который я реально хотел, чтобы он сделал. Я специально убежал всеми Шателлами, не взял там 3-4 и так далее, убежал всеми, он сюда вернулся. Начал строить замок, и именно здесь как раз-таки вышел Анагар, который был уже в заказе. Я прям несколько раз даже проверял, доказал цели Анагар, и вот не ошибся с расчетом, и по итогу Макс свой замок не достроил, а я свой построил почти дядь, чуть ближе, чтобы он достреливал до вышки, и было бы еще лучше. Макс, в свою очередь, здесь начинает трейдить, и что важно, Макс в имперской эпохе, я реально удивлен, что ему здесь не очень, видимо, хватало на Требушета. То есть Макс совсем забил на вот эти два замка, и мне кажется, это частично ошибка в этой игре, то есть ему реально можно было на этом сконцентрироваться. Но Макс решил вложиться в какие-то другие вещи, хотя нет, и Треб быстро сделал, да, просто, видимо, тут не законтролил его, не идеальный контроль. Да, потому что Макс очень много начал вкладываться в атаку, то есть у него уже есть скирма, плюс два броней, со третьей стрелой, сейчас доделается химия. При этом у Макса есть неплохая пачка уже вот здесь, у него большое количество арчери, и Макс, видимо, думал, что он именно имперскими апгрейдами сможет меня здесь напрягать. Причем, кстати, строит очень хороший замок здесь, планирует... да, Требушет здесь до сих пор не работает, а он мог... А-а-а, он повел Треб вокруг, это не ошибка, вот в чем фишка. Вот этот Треб, как насколько я помню, доведет куда-то вот сюда, и отсюда начнет Требить мой замок, классный мух. Я тем временем тоже пришел в имперскую, у меня очень сильная экономика 120 крестьян, и вроде все круто, но Макс начинает здесь доказывать Требушет и пушить меня вот в эту слабую сторону. Конечно, очень не хватает здесь замка, был бы здесь замок, был бы вообще шедевр, потому что тогда вообще моему боеку ничего бы не угрожало. Здесь я думал, я в нулину развалю этих скирмов, и для меня было реально удивлением, что элитные шателлы, даже без последней плюс 4 брони, отваливаются от одного залпа вот такого количества скирмов. Ну, а, конечно, как только Макс перестал мигрить, и число упало, скирмы поумирали, никого особо не забрали. Но здесь в это время, опять же, пока моих шателлов отвлекали, здесь он смог разрушить мой ТЦ и немножечко напрячь меня здесь по экономике, потому что все-таки эко у меня постоянно под рейдом, да, ферм много, я очень концентрировался здесь именно на фермах. Особенно в момент я реально удивился, когда увидел конных лучников, и только потом понял, что я, по сути, здесь 2 голда ему отбил, вот здесь вот еще одно золото, и в этой здесь только одно, то есть у Макса очень большие проблемы с голдом. Да, сюда по итогу приехал Требушет, первая пачка шателлов, я его не забрал, но подбегают вторые, трепп, естественно, упал, и мне кажется, оно того не стоило. Надо было Максу сразу выкатывать трепп и сразу ломать вот этот замок, и только позже подходить уже сюда, потому что защитить Требушет с кирмами и легкой кавалерией против шателлов, мне кажется, это за гранью возможного, то есть это реально было бы очень сложно. Соответственно, ну и сейчас Макс просто попадает в ловушку вот этой ситуации, да, когда ты выходишь из замка вот с таким большим пушем, да, здесь еще замок построил. Слушай, реально, понимаю, вот это самое важное в этой игре, я пропушу вот это, все будет офигенно, особенно если я сделаю это быстро, вот, потому что здесь может быть уже и экономика Макса, потому что я видел ТЦ, возможно, тут много крестей, ого, ну у Макса всего 28 крестьян в заказе, да, правильно, 28 крестьян, да, очень много еды, конечно, у Макса, то есть мог огромный миллиард ЛК сделать, но даже ЛК здесь не справится с шателлами, шателла банально просто сильнее. Да, здесь не доконтролил, всего лишь там несколько крестьян спряталось ТЦ, очень много вилок он потерял, ну и по вилам здесь 80, Теп еще не упал, чуть неудачно, у меня по апгрейдам на шателлов уже все очень круто, не хватает только последнего апа на атаку, который у них и так достаточно, ну и у Макса здесь, как мне лично кажется, уже шансов нет, и в какой-то момент, в какой-то момент я уже здесь осознал, что, наверное, Макс, ну, что я уже, наверное, выиграю, и у Макса шансов на победку тут уже нет. Не понял, что он мне с цветом сделал. Соответственно, первая катуля получилась вот такая, камбэкнул этот в каком-то смысле, то есть у Макса было большое преимущество, но в целом, то, как я нивелировал, то, как я постоянно уворачивался от этого преимущества и все остальное, считаю, что это тоже заслуживает внимания, и я неплохо тут сыграл. То есть Макс, конечно, не доиграл, там и Хамут был поздний, и еще много разных моментов, но по итогу, it is what it is, right? Вот, по итогу получилось, мне кажется, что вот те микромоменты, которые вы могли не увидеть на стриме, я вам здесь передал, то есть это про то, как я мыслил про форвард замок, то, что это было так, средне запланировано, то есть когда я стоял в ТЦ, я понимал, ладно, сейчас выйду на камень, пойду строить. Но именно вот в этот момент я не понимал, как я это сделаю, я боялся, что он меня отпушит, и когда я увидел, что он рейдит меня справа-слева, у меня сформировался план, я понял, что вот тот момент, все, вперед, погнали. Я считаю, что ключевым еще моментом в этой игре было то, что я очень удачно отмиграл анаграми, 5 на 0, это, это, вы ни в одной игре такого не увидите, что 5 на 0 в топовой игре, я уверен, нигде в турнире это больше не повторится, вот, в этом, соответственно, это очень редкая тема. Ну что, счетик 1-0, погнали смотреть следующее. Не знаю, сколько по итогу выйдет видео, а я готов к тому, что оно выйдет долго, потому что первая игра длилась, там, час игрового времени, это в целом много, вот, поэтому мы будем все смотреть на x2, и я буду стараться вам говорить именно какие-то ключевые моменты. Итак, надо как-то запустить вторую, следующую игру, не знаю, как это лучше делать, наверное, каким-то вот таким вот образом, эфиопа-вьетнамцы, и поехали британцы против инков. Да, вот здесь, конечно, немножко неудачно я по матчапу попал, то есть у меня были и получше цивилизации против инка, но в итоге выпали британцы, британцы у меня был готов играть против всего, и в целом, прошлая игра лучниками меня полностью устроила, и мне все это понравилось. Здесь, конечно, очень странный мув, я реально в шоке с того, как Макс, ну, он просто прибежит сейчас мне ровно на Райна, то есть он вообще, ну, даже, как вы знаете, не смотрел, не думал, у него не было никаких сомнений, просто бежит четенько на Райна, бежит, 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 забирает его здесь и убегает. Кстати, да, ну, тут повезло, конечно, что у меня еще скаут был рядом, еще и овечку у меня стырил, как у британца, и то есть вообще, ну, какая-то жесть. У меня тут не хватает овец, я там еще ошибусь там, и вот здесь такой момент, я вот здесь попробовал топить, надо было этого не стопить, надо было, ну, надо было все время пытаться обогнать этого орла, потому что вот здесь, как только у меня это получилось, это сразу почти минус орел, и если бы я сразу бы это делал, ни в один из моментов не пытался бы его стопить именно кабана, ну, вот этого Райна Носорога, вполне вероятно, что я бы орла бы убил, и все было бы отлично, потому что, конечно, в такой ситуации, когда вы с самого начала замечаете лейм, вы должны это как-то пресекать. Ну, ладно, здесь в итоге овечка каким-то окольным путем, да, прикольно, через центр он пошел, думая, что я его где-то там сниду буду, или нет, стоп, это еще одна овечка, он еще одну у меня украл, или это, наверное, та, которую он разведывал. Короче, Макс очень четко пришел на моего кабана, я без понятия, как он сделал, и, если честно, с этой игрой у меня чуть-чуть подгорает, потому что там будет еще один момент, который лично я не понимаю, я вам сейчас объясню его. Здесь он прибежал четко прям на кабана, прям ни секунды не сомневался, бежал, ну, типа, знаете, вот отсюда вообще оппонент, может быть, вот здесь, это ближайший к вам оппонент, и вы обычно пойдете разведывать вот так вот, по такой вот траектории, пытаясь найти какие-то ресурсы, а он здесь побежал сразу в дальнюю часть карты, вправо, не думал, ну, то есть, короче, стараются, не часто бегут по центру, ты бежишь с отклонением в какую-то сторону, а здесь он бежал по центру, ну, ладно, по крайней мере, мне так показалось, это такое. Соответственно, да, здесь я решаю делать ранний драж, потому что, в целом, у британца по экономике все будет нормально, это райно, даже несмотря на то, что я там потерял где-то овец, а я, по-моему, кстати, всех остальных овец нашел, то есть и снизу, и вот здесь вот справа, поэтому мне в целом не все так плохо, и я подгнал уже вторую, вторую точечку, вторую штучку охоты, поэтому, в целом, я, по идее, 50-50 выезжаю, например, на стандарт, то есть это выглядит неплохо. Да, здесь хорошо пришел ему на... хорошо пришел ему сюда, но, что интересно, Макс не переходит, да, и он почему-то лдунчанский решил сделать, то есть, может быть, он знал, что там ранний драж, хотя на деле он меня не разделал, как видите, он хилил своего скаута в ТЦ, у него хорошие хитпоинты, и в целом все выглядит неплохо. То есть, он просто сделал ментов, защитку, ничего не разведывал, ему ничего было неинтересно, он просто хилил скаута и сделал ранний лун за инка, вот. Может быть, опять же, это мера предосторожности, нормальная тема, я тоже так часто, наверное, делаю. Соответственно, скаута здесь пытаюсь забрать, здесь прикольные танцы, на скорости тоже интересно выглядят, и, соответственно, по крестам, у меня 14 секунд тайтла ТЦ, надо было, конечно, здесь сделать, чтобы нажать ап, две фермочки уже замутил, потому что как-то еду надо получать, четыре креста на ягодах, может быть, стоило сделать одну ферму пятого креста пригнать на ягоду, но здесь, кстати, тоже из интересного, решил подогнать страуса, что тоже удобно, потому что, потому что получается, там, две зебры и один страус, это примерно то же самое, как один кабан, и, по идее, я вышел сейчас в ноль стандарт, единственный минус, что у меня довольно рано стоят две фермы, но невыгодно, что они без хомута, хотя я все равно здесь почти все буду без него сеять, и при этом минус, конечно, что это было рановато, то есть сейчас хочется, может быть, два арчери поставить, или, может быть, тот же хомут можно было бы нажать, или еще что-то сделать, но, тем не менее, получилось как получилось. Давай, здесь совсем не думал, что он кристалл убьет, то есть я чуть-чуть в один момент здесь не смотрел, надо было пару раз понажимать, это ошибка, то есть таких ситуаций допускать нельзя, и у меня в целом подрос айдл ТЦ, то есть я уже на двух крестян отстаю, а тынка это неприятно. И Макс делает интересный мук, то есть, да, кстати, одного креста я сюда у вас тоже забрали, то есть в итоге, как видите, у меня было два мента, да, конечно, он там что-то прикольное поделал, но в итоге скаут мне здесь и купился, жалко, я его потерял, но все равно креста забрал, это очень неплохо. То есть в таких ситуациях как-то во что-то как-то разменяться, это приятно. Смотрите, вот здесь момент, Макс делает спирмов плюс орлов, это очень агрессивная тема, потому что это дорогая по идее, да, потому что вы с этим не очень хотите. Да, здесь он видит первого лучника без стрелы, да, я понимаю, без стрелы, это вот единственное, что меня немножко успокаивает. Но вот здесь момент, я строю конюшню и давайте посмотрим от лица Макса. То есть, что Макс видит? Смотрите, он делает агрессивный билдордер, он знает, что он меня залеймил, он забирает здесь уже второго лучника, второго лучника забирает. Вот здесь он идет форвард, смотрите, он напрягает, у него подходит здесь дальше еще армия, еще скирма-орел. Здесь он видит там, что он видит? Нескольких лучников, хотя тут пара лучников со стрелой, но вот где-то вот здесь, по идее, после того, как он перегруппируется, он должен начать какие-то активные действия, значит, зачем делать скирмов? Он мог, ну, или зачем там скирм мне идти вперед и так далее. Вот здесь, как я лично вижу, в мое видение, что где-то вот здесь должна быть агрессия, потому что он не видел конюшню. Хотя, блин, сейчас вот так со стороны смотрю, да, если посмотреть на расположение, он здесь не может драться. Значит, там луки со стрелой, скирмов мало без стрелы. Ну, вот где-то вот здесь, вот в этом моменте, он вот тут с горки должен меня встречать. Ну, по крайней мере, в моем видении игры. То есть, где-то вот здесь с горки он обязан меня встречать. Смотрите, тут 4 лучника, у него 5 скирмов, и он уходит назад. Посмотрите, у него 4 орла, 5-6 скирмов, и он не хочет драться, вы понимаете? У него какая-то чуйка или что. Я не понимаю, как в этой игре вот такой ситуации не в виде конюшни. Делая вот такую вот агрессию, можно играть так, как он играет. Я считаю, что здесь, ну, он обязан просто сближаться. Он до сих пор не дерет, ну, вот, только вот здесь он был готов драться, да, но вот тут увидел скаутов, да, отступил. Ну, короче, такое ощущение, он был прям заряжен на то, что надо отступить, что там будут скауты. Честно говоря, на таком тайминге после лейма скауты бывают, но мне кажется, в игре, по крайней мере, я казалось, что я очень рано их сделал. Поэтому вот эти мувы лично для меня от Макса я не понял, как он это сделал. То есть, почему он делает агрессивную такую страту. Да и как бы там, на самом деле, скаутов-то не обязательно бояться. То есть, ну, тут есть орлы, можно что-то придумывать. Вот почему он сыграл так, как сыграл, я лично не понял. Ну, здесь, конечно, ряд ошибок. Лучниками тут сближаться нельзя. Скауты здесь бодиблочат немножко, выигрывают время, но здесь луки сейчас еще раз встанут. Кто-то пострелял, а вот тут файт, который на самом деле не очень-то хотелось бы принимать. То есть, я сделал уже форджинг на скаутов, у меня доп-ап на атаку. И тут надо было, надо было чуть больше похолодиться, чуть больше армии подкопить, и было бы норм. Но я постоянно боюсь, что он здесь раньше апнется. Все-таки это инк, но Макс исполняет не идеальным образом. Несмотря на то, что у него хорошая там АК-апгрейд, он уже полностью закрылся, у него все неплохо. Все равно, как мне кажется, Макс тут не идеально исполнил. Соответственно, скирмов позабирал, луки кое-как живут. Соответственно, феодал пока что я в нули, но здесь не проигрываю. Все-таки два аршереза британца лучников здесь накопят. Хотя, конечно, очень не хватает здесь большого количества лучников, потому что скирмы без брони. Были бы здесь там 10 лучников, можно было бы все убивать, и тут полученниками. Я просто вот чуть-чуть здесь недоматил, но опять же, экономика у меня после лейма, после всего остального, эта штука непростая. Да, думал я здесь сделать хомут, но отменил, потому что понял, что мне, ну, самое такое, самая следующая для меня флошность, это будет отбиться в момент, когда он перейдет в замки, а я еще нет. Там будет реально тяжело с ним справляться. Вот, но Макс, в свою очередь, тоже очень далек от апа, но тут если посмотреть, у него 11 орлов в заказе. Просто бешеный заказ. Это сколько там, 550 золота, да, и еще где-то 200 еды. Это реально просто огромные числа. Да, конечно, вот это такое количество лучников, которые я теряю, из-за этих лучников приходится файты скаутами принимать, это все неприятно, но все-таки в это время я занимался переходом. То есть там копил резы, смотрел, что как получится, сбрасывал еду и т.д. и т.п. Поэтому это все вылилось в вышку, которую пришлось поставить. Да, конечно, можно было бы здесь все намного лучше отмикровать. Здесь Макс запустил ошибку, мне кажется, вот здесь надо было заходить. Прямо агрессивно, вот сюда, вот в эту горку, вот в эти фермы. Но как-то он здесь пассивно сыграл, не знаю, он тоже, да, он прямо сейчас на рынке торговал, он еще и камень продал. То есть, видите, я нажал ап раньше, я делал скаутов с атакой, то есть я по апгрейдам не сильно там меньше его потратился, по идее, по-моему, даже больше должно быть. Вот, и я раньше на него нажал переход, в счет того, что он еще и на маркете куча торговал. То есть, ну, это реально очень такой непонятный для меня момент, как так вышло. Видимо, я где-то неплохо экономику поставил, ну, либо магия бритапса, такое тоже может быть. Соответственно, да, скирмы здесь как-то пошли в меня сразу после апгрейда. Раньше я перешел, если что-то пришел, подрал, торги здесь ничего сделать не могут. В целом, по армии пока что все выглядит неплохо. Да, естественно, второй барак, потому что кони без седла против орлоп вообще забейте. То есть, там, кто играет делать коней против орлоп, это херня полная, поэтому только мечники, только чемпы. Ну, и в целом, британцы с ними никаких проблем нет, сапплай есть, сяпы есть, поэтому, естественно, мы поим здесь мечников. В целом, тут ситуация кажется, что больная, но даже несмотря на то, что у Макса все апы заказаны, все-таки баф на то, что тут все подешевле с точки зрения мечников работает. Конь здесь добил скирмах, там еще одного орла забрал, и, по сути, здесь я дефлся, как-то драться ему здесь не хочется, потому что тайминг примерно одинаковый. Выходит новый чемп, и к этому же моменту, там, он только убивает старых, теряя орлов, поэтому ему здесь невыгодно. Да, здесь пошел на форварды, здесь бой немножко неприятный, потому что лучники, вот этих двоих тут лучников чуть-чуть не хватило, чтобы побыстрее фокусить этих слингеров. Я, кстати, что-то не ожидал у них такой, но нормальный армор от лучников, то есть я ожидал, что они быстрее будут, знаете, разлетаться, прям как крестьяне, а они нет, более такие армированные, прочные ребята лучниками, просто так их особо не поубиваешь. Но там еще, кстати, не было Боткин, то есть я только сейчас наделал, дальность тут была нормальная, но именно, может быть, демоджа лучникам как раз ей не хватало на то, чтобы пробивать. Здесь понимаешь, что он как будто теряет позиции, не может драться, и, опять же, у меня в голове, что у него намного сильнее экономика, и, собственно, так оно и есть, потому что Макс уже играет на двух ТЦ, несмотря на то, что он камень продавал, да, то есть он обратно его там накупил, вот, но при этом я, кстати, камень не покупал, но я его добыл, то есть у меня здесь несколько крестов, я построил все-таки второй ТЦ, и понимаю, что сейчас вроде я делаю армию, которая на самом деле поактивнее и прикольнее, чем то, что есть у оппонента, да, то есть лучниками можно пострелять по слингерам, они и по орлам наваливают, когда их много, ну и чемповсуку выигрывают файт, то есть слингеры классный лимит, но на самом деле сложновато в контроле, вот, поэтому здесь иду на форвард, и, в принципе, в такой ситуации отставая по крестьянам, и постоянно имею такой трешак, проигрывая файт, и, а далее я все равно прихожу к нему на базу и ломаю ему арчери, прикиньте, насколько это классно работает, то есть с чемпо очень клевый юнит против орлов, и в целом за британца я очень часто играл этой композиции против меса циф, и мне это знакомо, вот, хотя, кстати, изначально стоит сказать, что то, что у Макса были инки по драфту, это так не было задумано, то есть если я сейчас бы начал бодрафтить заранее, я бы взял его по второй стадии, потому что это была очень важная для меня цивилизация, но я так примерно смотрел, что их никто не пикал, а поэтому подумал, что ладно, возьму их в третьей стадии, а не во второй. Да, здесь Макс правильно несколько пичек дает, принимает хороший бой, у него слингеры на горочке, несмотря на это, конечно, чемпы, здесь все очень хорошо с орлами разменялись, как мне лично кажется, могло быть, конечно, получше, посильнее, но прямо сейчас вышло, как вышло. Вот, при этом у меня уже есть новая армия, и я понимаю, что надо давить, потому что я только что разменялся с орлами, у него там недостаточная пачка орлов, как он ушел отсюда крестами, он не видел меня здесь. У меня армия была вот здесь, он убежал отсюда в лами. Не хочу пересматривать, не могу отматывать, но опять странный мут. Соответственно, чемпы, да, понимаю, что можно напрягать, но все-таки скорпав много, тяжело, пришлось ждать анагр. Соответственно, да, только первая броня лучников пошла, лучники здесь особо именно в сражении не влияли, в том плане, что если до них добираются, значит, что сражение уже проиграно, то есть нельзя, чтобы орловили лучников, ни при каких обстоятельствах. Здесь он нафидел слингерами, слингеры в целом не такой дешевый юнит, потому что он стоит еду, то есть это не совсем лучник. Поэтому терять их в таких ситуациях, конечно, не очень хочется. В следующий момент, Макс пошел в рейд, я в целом очень рано его здесь увидел, там на Таунвочи, на всем остальном, или я даже видел, как он туда убегал. Естественно, я начинаю его здесь атаковать, но у Макса очень классный замок за скройл. Здесь вроде все хорошо, и что важно, что хорошо для меня, этот рейд ему немного даст. То есть да, экономику он где-то собьет, там и так далее, но важно, что он армию потеряет, и он дает мне некий такой сноубол набрать, то есть у меня реально очень сильно становится экономика. Да, Макс уже нажимает на перскую, то есть у него реально все очень дико, жестко, сразу несколько башен, за ним построить башни, это прям, ну, сам хайф. Вот, и здесь я ломал здание, и вот тут сейчас будет такая небольшая ошибка. То есть вроде все круто, и тут я решаю, что мне хватит на то, чтобы пропустить ТЦ, и по итогу все-таки это оказалось здесь ошибкой. Вот эта вышка, может быть, ее немножко не рассчитывал, и вроде чемпы бьют по цену, как-то он не пробивается. У меня апгрейд был на то, чтобы чемпы против здания сильнее атаковали. Нет, конечно, второй брони, и анагра я здесь потерял, но я реально ожидал, что это будет намного быстрее. Но по итогу вот этого очень неприятная ошибка, которая сильно здесь меня продамажила. Кстати, стоит отметить, посмотреть на этих крестьян, и проблема в том, что у меня нет леса совсем. У меня в какой-то момент было ноль крестьян на лесе, и это была большая проблема, то есть может быть, этот трейд тоже в каком-то смысле здесь сказался, и сильно продамажил мою экономику, именно с той точки зрения, что я с этим не очень справился. Да, здесь следующий момент знаю вот про вот это золото, ну, насколько мне, насколько я помню, я про него знал, не помню в какой момент, но тоже вот, держите в голове, что про голоду знаю. Вот здесь чуть-чуть не хватает армии, то есть была бы у меня армия поприкольнее, то есть я понимаю, что мог тапнуться, скорее всего, мои замки будут потеряны, здесь очень неудачно, вот эта горка выше, чем та, на которой стоит замок, поэтому требует атаковать с горки, и чинить замок вообще забей, то есть в этом смысла никакого нет, но важно, что я тоже нажал в МКИ, я реально в шоке, как у меня это получалось, что в этой игре, что там за Эфиопа, но я вроде как всю игру отстаю, но Макс не делает чего-то такого, на что я не мог бы ответить, или чего-то такого, что сильнее, чем у меня. То есть я строю замок, понимаю, что потеряю его, но мне кажется, что здесь было очень важно выиграть темп, и вот здесь самый обидный момент в игре, что я дал ему выйти вот сюда. Мне кажется, что как раз, если бы у меня была бы вот та армия, которая потратила вот на этом городском центре, то ее бы хватило на то, чтобы пушить его сразу в двух точках, и если бы я вот здесь бы заходил бы, ему реально нечем ответить, то что у Макса слабая экономика, да, у него 123 виланы, он добывает не те резы, ему очень много приходится торговать, и как видите, у него прямо сейчас 23 военных юнита, и реально путь у меня их два армия вот в этой части, а он не вышел бы на золото, а это очень больно, потому что я здесь как раз голду отбиваю, а до этого он юнитов за золото строил, то есть он очень много золота сожрал, и очень много золота потратил, то есть у него реально экчили просто нету голды, и вот как раз, если бы у меня та армия была бы где-то бы здесь была, я думаю, что это был бы ключевой момент, которым я мог бы игру забрать, вот, за это немножко обидно бы, это катулия, вот, ну, здесь уже дальше, конечно, сложно что-то сказать, то есть у Макса сильная макро, здесь очень много внимания я уделю этим баракам, и у меня вроде как все неплохо, да, то есть моя компа, но в целом, файт, ну, такое очень хорошее против инка, в каком-то смысле, то есть уточительные лучники, фуловые чемпы, инку, инку надо придумывать, как драться, моя драка намного проще, лучники стоят, стреляют, если орлы подходят, там, из-за спин лучников появляются чемпы, и это все, что мне нужно делать, вот, соответственно, здесь он идет меня рейдить, но в целом я к этому готов, мечники уже пришли сюда, чуть позже мечников закину туда, в целом с рейдами, как мне лично в игре оказалось, я в этой игре очень классно справлялся, и здесь один треб сделал с нижнего замка, пригнал его сюда, вышло здесь еще два треба, здесь редко тремя требами наваливаюсь, и замок, соответственно, не спасти, очень хотел здесь золото напрячь, но, конечно, мой напряг там с золотом не такой, не так сильно важен, потому что Макс уже на следующий я здесь вышел, но в целом, опять же, ребят, у него 46 военных юнитов, многие из которых скирма, и я вот, ну, до какого-то момента не чувствовал, что у Макса вообще есть сильная армия, нет, кстати, да, по Апу, у него сейчас все неплохо делают последнее, апу, кроме уникального, вот, соответственно, ну, в Араке, чуть-чуть треба не защитил, два треба, да, дал на ровном месте, и вот здесь, вот тут будет чуть-чуть позже момент, с которым я не справился, очень не хватает вот здесь замка, то есть Макс здесь делает тараны, он как бы чувствует себя очень уверенно, и пытается здесь показать, что он, ну, сейчас просто в макро развалит, что у него будут там сильные орлы, у него будет скирм, у него будет сич тараны, он развалит и так далее, но здесь на самом деле, мне кажется, инк на таймере, то есть, если я в какой-то мере доживу до момента, когда у него не будет голды, я там лучниками как-то заразмениваюсь, там, потихоньку убью слингеров, орлы потихоньку там умрут от чемпов и так далее, как только я доживу до момента, когда у меня поп 270 ферн, куча конюшен, спамят лка из кирмы, мне кажется, инк проигрывает этот файл, ну, то есть, здесь лка реально очень важный юнит, а если у меня при этом еще и пачка лучников сохраняется, то вообще не анриел, то есть, мне кажется, инк здесь был в каком-то смысле на таймере, но все-таки, мне чуть-чуть здесь не хватило на то, чтобы рекавернуть мою эко, то есть, всего лишь 29 ферм для чемпов, выхода в лка, там, где-то продаж и всего такого не хватает, у меня при этом в запасе куча голды, да, я еще здесь золото ем, будущее мог бы здесь отбить, если я 3 треба бы не потерял, они бы здесь очень классно вот эти здания просто сломать, чтобы у него здесь не было этого плацдарма, даже банально для заказа юнитов, и в целом, здесь отхалдить это я смогу, то есть, у меня была такая возможность, да, Макс здесь огромная, я понимаю, что у него огромное количество ресурсов, но Макс реально как-то очень слопи их в этой игре юзал, и если бы я здесь бы отбился бы, немножко бы затянул, я думаю, что Макс бы здесь просел по золоту, потому что мы реально очень много по голду разменивали, здесь чемпы, не флап, но с хорошими апгрейдами, плюс ручники, то есть, это все здесь как-то отбивается и так далее, но вот здесь чуть не хватает, да, то есть, микроконтроль, очень много на слингерах было чемпов потеряно, пушников нет, на скирмов не хватает, ну и здесь уже экономика плывет, еще вот этот камень отдал, который, конечно, хотелось бы не отдавать, как-то самому забрать, в общем, здесь где-то не хватило контроля карты, лично, как я ощущал в игре, то есть, не хватило немножко в исполнении, немножко в скорости, немножечко четкости в этом всем, ну и здесь еще и рейд хороший зайдет, то есть, вроде по крестам у нас, как-то с Максом равенства, да, но здесь какие-то вот хорошие рейды пойдут именно позже, вот на этот, вот на вот этот городской центр, здесь бараки я, конечно, ему построить не дал, то есть, я понимал, что Макс будет податься мне, как-то со всех сторон рейдить, но туда, кстати, как-то все равно пробегут орлы, не помню как, но как-то они это сделают, хороший замок, собственно, финалочка здесь будет, именно разменчик, вот в этой части карты, у Макса здесь уже три треба готова, кстати, прикольно, не знаю, что там три треба есть, здесь свой треб я заставил, два треба стреляют по его замку, но у него и починка лучше, и апгрейд он уже в универе сделал на прочность тренинг, то есть, ну, у Макса здесь просто сильная макро, собственно, поэтому он, может быть, был немножко, немножко медленный, потому что он просто делал все подряд без каких-либо ошибок, без каких-либо письков, и, по сути, просто вышел в сильную макро, ему большое количество спермах стоит, стреляет, фингеры с доб броней стоят, стреляют, поэтому лучниками здесь не забрать, ну, а яблока чуть-чуть не успел, то есть, конюшни вроде стоят, еда есть, как-то заказывал, блин, у Макса 6 тысяч еды, если у Гидиди, то сделан в какой-то момент, он бы очень много продать, и еще там, огромную армию орлов сделать, да, то есть, без чемпо, возможно, я бы это как-то не отбил, да, здесь, кстати, атаку Макса отбил, то есть, там были таранчики, замок очень хорошо здесь встал, но поздновато это все, то есть, этот замок в итоге теряется, не хватает здесь где-то плюс 20, реально, просто плюс 30 лк со всеми апами, вполне вероятно, что тут я как-то и требу мог бы забрать, и подпушить, и дальше пошли развивать экономику, развивать атаку и так далее, соответственно, в этой игре опять лейм, то есть, несмотря на лейм, очень равная игра, где-то от Макса очень парочка, либо гениальных, либо странных решений, то есть, тут, сами судите, вам виднее, вот, и по итогу, Макс выходит в такую вот ситуацию, и ошибка с ТЦ, то есть, реально, вот там армейский ремит бы не терять, было бы прям вообще лайк, кайф, но ничего страшного, соответственно, счет становится 1-1, конечно, британцу мне жалко, что проиграл, но инки изначально сам хотел брать, потому что инки просто фееричная цивилизация, я реально с них кайфую, очень крутые ребята, соответственно, едем дальше, так, Age of Empires, сунду запускаем следующую демку, блин, как-то, наверное, можно через Capture H, но я, с сожалению, не шарю, поэтому сложно, Бербер и Татарио, 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 так, 1-1, вперед, поехали, соответственно, вот эта игра, наверное, наименее интересная из всех, которые были, вот, соответственно, Берберы в целом считаются контрпиком Татаром, здесь, по сути, моя цель не проиграть Феодал и Тире слэш ранние замки, то есть, ну, Феодал, по сути, тоже для Татар, Феодал, вот этот он, это транзит в ранние замки, самый важный, самый важный пик силы и момента здесь, это ранние замки, соответственно, здесь у меня старший шедевральный, я сразу нашел плюс 4 авции свои, маг, так, соответственно, не пошел меня леймить в этой игре, как я понял, да, знает, что я не леймлю, поэтому, блин, на самом деле, надо будет как-то, может быть, вьетнамцев добрать, Сивус, который комфортно леймить, потому что, если против меня будут очень нагло там играть с разведкой, со всем остальным, то мне, конечно, это нужно пересекать, потому что, сложно, сложно, когда против тебя так играют, я, кстати, увижу Райана, может быть, его можно было здесь как-то приманить, может быть, и нельзя было, Макс в целом неплохо контролит, нашел овец, да, и здесь я с его скаутом пересекусь, короче, важно, что я здесь все нашел, подманил зебру, то есть, у меня по экономике будет вообще кайф, то, что я хочу, то, что я люблю, поэтому меня это более чем устраивает, да, здесь просто стою, хотел именно креста здесь подрезать, вот, мне кажется, это такое, ну, из тех леймьев, которые я люблю, то есть, это за бодиблощить креста, это классно, но получил здесь, к сожалению, тычку, Макс все законтролил, ничего не сделал, и эта пичка, ну, не дает здесь каких-то сильных активностей скаутам проявлять, соответственно, два домика, планирует, по-моему, он здесь барак, но у меня билдор для стандартных, то есть, мой изначально выход в скаутов, скауты, это, как правило, макроигра, то есть, если он делает не скаутов, то я это разведаю, собственно, за этим я сюда рано прибежал, и не жадничаю, не подманиваю здесь еще двух зебр, и в то же время, если это будет просто скаут вар, то есть, какой-то макро, меня это более чем устраивает, потому что, опять же, бербер очень силен, при сильной экономике, бербер в замках уже начнет переваривать, äh, именно, да, я оговорюсь, сэнно переваривать прямо начнет татар, поэтому, есть меня все устраивает. Здесь увидел барак, и что важно, мог быть, это уже там какой-то тайминг тап, и чего-то еще, кстати, до этого не видел здесь мельницы, поэтому понимаю, что это мог быть ранний какой-то драж, здесь увидел, что он добывает голоду, Для чего? Важно здесь увидеть золото Для того, чтобы понять, сколько мечников делать Самому, потому что я здесь не планировал Делать, не хотел делать скаутов Против мечников, это то, что может очень Подходить татар И все классно, здорово и так далее И важно, что хп скаут потерял Это тоже очень такие полезные вещи, то есть я может быть Много времени потратил крестами, сидя там Но все равно, даже вот эти вот там 9 хп Которые он потерял, это приятно, прилично и так далее Соответственно, знаю, что он сделал 3 ментов По-моему, я поэтому лун нажал, мне было важно Нажимать, думаю или нет, я мог еще парочку христиан сделать Соответственно, сделал 2 ментов И меня в целом в этой ситуации все устраивает Макс здесь отступает, в итоге сам 3 мента Здесь налепил и продолжает заказывать крестьян Вообще, интересно Здесь будет посмотреть, Макс очень большие стены намечает Да, здесь файт, и мне кажется Я этот файт провел просто шедеврально То есть я, мало того, что больше тысячек по скауту Надавал, так я еще двумя мечниками Разменялся 2 в 2, то есть обычно, когда вас меньше Разменяться равно, ну то есть 2 мечника в 2 мечника Это очень круто Вот, потому что когда вас больше, вы можете сделать так Что у вас вообще все 3 мечника выживут Ну и типа, там равный игрок при равном микро У него реально выживет 3 мечника Вот тут очень классный момент Смотрите, я планирую делать скаутов Я специально иду на золото Зная, что он здесь, чтобы он посмотрел Что я добываю золото И как я здесь надеюсь, что он уйдет отсюда и больше не вернется Я даже думал, что для скаута Засуицидить у этого мечника Вот, и я не знаю, реально понимает он здесь, что я делаю скаутов или нет Мне кажется, он так и не понял Я, короче, специально послал эти крестьян Мне нафиг золото здесь не нужно Но я очень хотел его добыть Ну, показать ему, что я добываю золото Но при этом не строить шахта Шахта все-таки дорогова Вот, в итоге сделал скаутов И вот тут, ну-ка, момент Да, он не делает скирмов И вот это очень прикольный момент То есть, вот тут вот он уже чекает Понимая, что нету золота Но все еще не заказывает пику Блин, это необычная тема Да, здесь начинаю его развлекать Честно, не думал, что получится Но Макс как-то очень много забайтился Здесь классно все вышло И, соответственно, второй скаут успевает туда прибежать Пика до сих пор не в заказе И мне кажется, может быть Может быть, он понял А там просто слопи, что не заказал пику Но мне кажется, реально фишка в том Что Макс не держал в голове Что я буду делать скаутов То есть, вот этот выход на золото Он его немножко сбил Думал, может быть, я скирмок Кстати, может быть, я скирмок Думал, что я скирмок буду делать, да? Но Макс рано подставил вышку Рано сделал арчери И вот тут я удивлен Потому что я вам, ну, в чем объясню Здесь, когда я видел вышку Я думал, блин, Дима Ты как-то запейлил У тебя билд не такой классный Ты не такой быстрый И сделал скаутов Он сейчас как за татарап нажмет У него все очень круто Экономику особо не продамажил И я реально думал, что он уже где-то сейчас Готовится в замке нажимать А у него, вы посмотрите Просто банально нет еды Очень мало еды, реально, у Макса Я тем временем заказал стрелу, да? И здесь ее сейчас отменю Потому что, опять же, я бегаю И понимаю, что лучники ко мне не идут Ничего ко мне не идет А нафиг мне эта вообще стрела сдалась Потому что, как я вам уже сказал В начале этой игры Что здесь самый важный момент Не отлететь именно в раннем феодале Потому что если... Ой, ранних замков Потому что в ранних замках Могой отлететь Здесь не увидел у него стрелы Опять же, думаю, такой стрелы нет Он точно сейчас... Ну вот сейчас уже перейдет Но сейчас перейдет Да, здесь удачно забежал Сколько? Двух крестьян в итоге убил Тоже очень приятный момент Правильно же? Правильно, правильно, правильно И койлд Да, двух крестьян в итоге убил И здесь Ну, такой немножко Момент для переживаний Потому что, я думаю, реально Он уже должен перейти У меня апп Я думал, я на тайминге смотрел Я только по ощущениям Мне казалось, я очень поздно нажал Соответственно, здесь приятный момент Макс не среагировал У нас обоих еще нет стрелы Соответственно, Макс тоже стрелы не сделал И вот тут я немножко ошелел Когда увидел скаута Я думаю, не хуахуа Он мало того, что апается Так у него еще и на скаута хватает Ну, короче, я реально офигел А Макса реально в этот момент времени Еще и не переходит У него есть хомут Он сделал хомут У него большое количество ферм Он только сейчас доказывает стрелу И я реально не понимаю Почему нельзя было сделать стрелу раньше Может быть, ему там дерева на что-то не хватало Пусть не было Но реально стрела была здесь Очень важная штука, как по мне Знаете, приходят вокруг Я тем временем уже перешел в замок Моя цель это построить замок И камел арчера сделать Поэтому я выхожу вот на этот камень Мне кажется, что вот этот Очень хороший Тогда я перешел в замки А Макс еще даже не нажал Я думал, я реально где-то на минуту позже Опнусь и взять баг Вот этот лучник Я вот сейчас Я реально думал, там дырка там открыта Вы поняли, как он прошел сюда? Короче, это реально баг Можно пересматривать Потом на демке Это реально баг То есть он не мог сюда пройти Он прошел просто тупо через забор Как это произошло, я без понятия Да, и здесь я реально немножко в шоке Потому что Макс до сих пор не перешел Я афмес У меня достроился ТЦ Я сделал акап Я убил там его армию У меня, посмотрите Равное количество крестьян сейчас Правда у меня тачки нет, да? То есть он ведет Но он еще не перешел У меня раз ТЦ, два ТЦ И да, у меня там какой-то акайдл Примерно такой же, как у него Здесь он еще пару пик теряет На ровном месте Я думал, ну короче Я реально немножко в шоке Из того, что происходит И я даже почти апов на скирмов не делал Я специально его не делал Я смотрю и думаю А мне вообще ничего не угрожает Типа Ну будут там какие-то Лучников? Нет Лучников мы убили Их мало Перехода нет Прямо сейчас ко мне Никакая пачка не придет Лол Тут лев сгрыз лучника Прикольный момент Прикольный момент Я добываю камень И вроде бы в тайминг успеваю У меня даже золото Видите, копится Потому что я армию не делаю Везде в такой момент Я специально не хотел туда подходить Я понимаю, что меня устраивает Ну типа Я реально Я хотел засуицидить эту армию Мне важно было время Я захожу сюда Понимаю, что я здесь умру Вот Соответственно Но я понимаю, что Если я здесь умру Это значит там много коней А если там много коней То это просто офигенно Это значит, что меня не пушат В ранних замках И все вообще круто Поэтому я просто на халяву Выбежал своими конными юнитами Отдал в кирмов Которые мне уже на данной стадии Ну честно сказать Не сильно нужны Достраиваю Ну не то чтобы идеальные Может быть тут были лучшие места Но достраиваю очень хороший замок Который отцементирует этот вот проход То есть тут уже каких-то вот таких вот проходов нет Туда попасть сложнее Два лучника, кстати, заходили Я их, по-моему, поймал Поэтому у меня здесь все четенько И единственная проблема Начинается вот с этим городским центром То есть здесь как-то лучники наваливают У него сюда нон-стоп идет И он делает, кстати, не ЦАП Потому что боится кэмаларчеров И это правильное решение Что он делает обычных лучников И здесь, конечно, ну армии много Юнитов много Апгрейдят там седло Плюс один имеется Я решил сделать осадку И на верочку башню У меня был камень Я подумал, поставлю башню Ему здесь будет намного сложнее что-то делать Можно было и тут поставить Но я боялся, что я на горку не успею Короче, мне казалось, что не успею Вот Соответственно, я просто защитил лес Здесь Кристиан как-то перевел Все такое И я понимаю, что у меня огромное Просто преимущество поэкономить У меня там только-только Второй ТЦ добавился А я уже на трех ТЦ Доделываю спокойно Хасбендри апгрейды И мне вообще К черту не сдалось здесь драться Поэтому я просто стою Я просто коплюсь Кристиан везде отвел Кристиан нигде не потерял И пусть делает, что хочет Тут еще и Скорпион вышел Который поможет это все отогнать Чтобы он тут не перестреливался со мной Ну, потому что Кэмларчеры поменьше раньше имеют Там кольцо, все дела Поэтому нафиг вообще надо Армия копится Экономика сильнее Уже плюс 15 Кристиан Я еще и Бербер То есть у меня на такой стадии Виллы быстрее бегают Соответственно, это хороший эко-бонус Поэтому меня вообще все устраивает У меня все максимально прекрасно И я кайфую Да, вот здесь был момент, что горка опасная Вот здесь я начинаю понимать, что мне на самом деле драться не надо То есть он мне дэмэш нанести не может Это его задача думать о том А как бы мне подраться Поэтому после вот этого момента Который у меня здесь не очень получилось Я потерял Скорпов Я подумал в духе, как Все, я больше не дерусь Мне пофигу Доделаю эко-апгрейд Доделаю армейские апгрейды Плюс 2 кольцо Вообще торопиться Некуда Пусть сам что-то придумает Пусть сам что-то делает Тем более, что еще и лейт стадия за мной То есть тут не просто у меня экономическое преимущество У меня еще и экономическое преимущество Это цивилизация, которую он в лейте, но не обыграет Вот, поэтому максимальный кайф Соответственно, здесь попробовала как-то дотекание поубивать Увидела его здесь Здесь просто начинаем стреляться Опять же, вот этот файт Здесь можно его принять Я, скорее всего, вот в этом файте я сильнее То есть если тут более-менее хорошо файт для меня сложится Я сильнее Мне это вообще не нужно Я могу просто стоять, перестреливаться Вон, жду баллистику Его армия сейчас проблематична, чтобы она росла Дэмэш у меня нанести не может А у меня, опять же, сильнее экономика Уже плюс 20 крестьян Опа, опачки Всего плюс 20 Вот, соответственно, он пытается мне здесь как-то рейдить Прикольно заходит Но у меня, как мне лично, кажется, очень хорошая эко Правда, едут на эту тачку не хватает Была бы здесь тачка, все было бы вообще шикардос Но я уже нажимаю в ампы И да, как раз тачка доделалась Я нажал в ампы Ну, вот здесь понимаю, что можно попробовать подраться У меня есть баллистика, большое количество камеларчеров Но бой по итогу вышел не самый идеальный Тут надо было камеларчерами, чтобы вушников захопустить Но, как видите, я все равно намного сильнее То есть здесь просто продолжается хип-н-дран У меня кайфовые ситуации И здесь было немножечко вот такое Страшновато, потому что прямо сейчас он может начать меня сноуболить Единственное, как, опять же, я могу проиграть Это от какого-то тупого сноубола Но все-таки верблюдов здесь не хватает Апгрейдов на атаку нет Поэтому камеларчеров тут со всеми апами С плюс 2 броней и кольцом не пропушить И тут я немножко еще запереживал Потому что я строю плохой замок Во-первых, мало крестьян его строило А во-вторых, реально, вот эта точка очень болезненная То есть если прямо сейчас он вот эту вот часть карты отвоюет Поставит сюда замок и нажмет ампы Я проиграю Ну, то есть здесь будет точно Ну, не то, что я проиграю Будет реально очень сложно выиграть Бербера Вот, поэтому в этой ситуации, да, здесь еще какие-то рейды И я понимаю, что мне надо просто дожить до всех моих апгрейдов Соответственно, я перехожу в имперскую Сейчас там максимально быстро пытаюсь набрать на новый замок Чтобы построить вот здесь уже тремя замками И просто полностью себя здесь обеспечить на всю игру вперед И перешел, и даже никаких активных действий делать не хочу То есть здесь сейчас, как только доделаются апгрейды Я чуть сбегаю и постреляю камеларчерами А так меня в этой игре больше ничего не интересует Мы просто добиваем популяцию 200 У меня отличная экономика Здесь еще и ем дополнительное золото Соответственно, да, единственный, кстати, еще плюс для Макса Что он здесь релики собрал То есть у него уже три реликвии И он, по-моему, здесь идет за следующий, да То есть уже за четвертый Может быть даже с пятью реликами здесь будет Но вот про релики я, стоит признать, забыл Наверное, сказалось, что мы там два в три ночи играли Примерно столько же, сколько сейчас времени Вот, но по итогу Короче, мне здесь сказал, что игра уже сыграна Поэтому чего-то здесь сложно мне прокомментировать тяжело Я играл на расслабоне Понимаешь, что у меня Бербера Прикольно, очень много дэмэджа В полках питал Всем, что выворачивался от баллистики Кайф, о, Макс тоже здесь пытается Но, без того, что здесь замок И большее количество лучников Это, ну, чуть-чуть меньше value имеет Здесь, кстати, к слову, треп попал два Или там три из трех По-моему, два из трех Может, три из трех, не знаю Просто попал И здесь, смотрите, первый залп трибушета Муа Конфета ровно в трибушет Да, он снимает нам Остается 74 п, и 150 Значит, он за два выстрела снимает Снова У него там что-то типа Четыре попадания из пяти выстрелов Вот Там, а, вероятность попадания Что-то вроде 30%, там 20-30% Соответственно, опять же Мне это не колышут Если Вич побеждает Надо побеждать без шансов Без тервера, без всего Поэтому треп вычиниваем А здесь подъезжает пушечка Которая с таким трех бушетиком разбирается Соответственно, вынужден здесь его отводить Конечно, вычинивая, что-то делает Но Бербер здесь мало того, что выгоден За счет того, что дешевле кавалерия Дешевле верблюды Очень сильные камеларчеры Сильнее, чем татарские циаток Еще и пушки есть Которые, ну, просто скомменты здесь Чтобы ничего не случилось Дело, это покорять, естественно, на тяжелого верблюда Как-то здесь что-то пробовать, конечно Ему надо Надо, он старается И так далее, и тому подобное Конюшни здесь ставят Я реально Я ждал сюда рейд То есть, я понимал, что здесь Сюда меня будут рейдить Когда я увидел вот эти конюшни И так далее Я подумал Бог с ним Рейди, рейди, рейди Вот это чем убивать будешь? Вот Ну и, соответственно, здесь уже был какой-то такой Чиво-расслабон В духе, как Просто эту пачку не убить Соответственно, как только получилось Здесь пошел драться Значит, нет еще элитного Камаларчера Там ничего Верблюда только доделывается Все равно Пайт здесь не выиграть Да, еще с горки Что-то можно было придумать Как только я зашел на горку Все, это фиаско, братан Соответственно, здесь еще Дополнительное золото рейд Сейчас еще пойду вниз Сразу хороший замок Отбираем еще и камень Сразу прибушает на следующий замок Плюс один сич инженерия я сделал Несмотря на то, что меня подпробивали крестьян У меня там популяция не 200 Опять же, здесь он пушить меня не может Здесь верблюды все зачищают Я их туда немножко сделал И вот эту армию просто не убить По-моему, я здесь даже сделал уникальный апгрейд На то, чтобы верблюды хилились Мне это показалось более здесь как-то интересным Прикольным и так далее Еще один замок падает Свой достроен Добываем на следующий Ну и здесь очень хороший рейд зашел То есть он с этой стороны У него там где-то что-то прорубили Дырки остались Поэтому у него очень большое количество крестьян Проседает Супер сильной экономики нет Поэтому даже перематить Меня здесь за счет эко У него шансов нет И Макс просто сдается Соответственно, вполне законоверная игра Татары, его первый пик Берберы, мой, по-моему, второй пик Первый, второй Я взял Брита А потом, да, из тех, что он не взял Я взял Бербера и что-то еще, да Кстати, не помню, что я еще взял Фебочка, нет Вот там Инк должен быть Видите, даже не помню, что взял, да А там как раз должен быть Инк То есть должен быть Бербер и Инки Брита во второй стадии Бербер и Инки А я взял Брит, что же я взял Я от Ижицы выиграл, да Сицилийцы позже Эфиопа, по-моему, да Позже Ладно, не важно Не могу вспомнить Потом вспомним Ладно, поехали Все в Next Катулю Ну и, соответственно, последняя игра Давайте быстрее будем переходить уже к ней Чтобы сильная игра не задерживалась Чтобы сильный видос не задерживался Пока у нас 53 минуты Блин, еще даже часа нет На три катки посмотрели Осталась последняя одна Ну и, соответственно, эта катка Я думаю, для многих из вас Там, по крайней мере, как вы отвечали в сторис В Инстаграме Она вам показалась наиболее прикольной И интересной Вот, ну, для большинства из вас Ну и также первая Первая и четвертая Больше всего отметок Вот, соответственно Поехали смотреть Так, здесь Особенно переключал Сицилийцы Здесь я думал, что взять Потому что у меня были еще болгары И были... А, богемцы Нет, богемцы позже были А может быть и нет Может быть там богемцы были Вот, короче У меня была сильная цива-богемца Я считаю, что они очень классные Но я ими... Короче, мне казалось, что сицилийцы Реально очень комфортно Я чувствую против всего Что у него осталось В том числе против бургунцев Потому что у него были бургунцы Славяне И что-то еще Короче, против той цивы Я тоже считал, что сицилийцы А, конфета, здорово Да, здесь Макс снова пришел Начал меня леймить Что-то не в ту сторону Пошли овцы Не знаю, что он здесь придумал Что хотел сделать Здесь я реально не подумал Что туда овца может уйти Я такой смотрю Думаю, вот тут я должен был догнать Потом подумал, что он ее как-то Вот так вот увел Пошел ее искать И ее здесь нет Прикиньте, она через лужу убежала Короче, прям вообще Я так расстроился Что эту овцу не нашел Ну, а ничего Макс, соответственно Вот, прошлая игра у меня не залеймила Это была просто наипростейшая игра То есть, даже если цивы были другие Я, ну, мне кажется Я вышел в замке с таким преимуществом Ну, то есть, просто потому Что он это сделал поздно И так далее То есть, при равной игре Пока, по крайней мере В этот раз Макса, мне кажется Я сильно переигрывал Здесь нашел двух овечек Приятный Блин, я думаю Как раз сюда пришел Можно было третью овечку Здесь украсть Ааа Было бы очень прикольно Было бы очень здорово Если получилось Здесь пока все четенько Опять же, ситилийцы Мне устраивают скауты Потому что То же самое, как за Бербера То есть, это цивилизация Которую можно даже При случае фуллскаутов сделать Потому что пиками Это не убивается Скауты просто сильные И пики особо Против этой керни Не работают То есть, тут Вариантов опций много Меня все устраивает Я там побегал Что-то разведал Хпшки мы Поразменивали Потеряли Ну, и здесь возвращаюсь Просто подманиваю ребят Не помню, почему Короче, я почему-то думал Что он за бургунца Будет тоже скаутов делать Не помню, почему Я, короче, в какой-то момент Вот здесь подманиваю Такой, думаю Блин, а че он же Можете через барак сыграть Вот, типа, почему нет О, у Макса до сих пор Нет дабл бит экс Чтооо Я, короче, видел на видосах Что он вообще Не сделал позже Экапгрейн здесь Но то, что у него На такой стадии нету топора Это огромная ошибка Ну, то есть, он очень плохо Исполняет за бургунца Прям очень плохо Так нельзя играть за бургунца Это прям Прям косяк Ладно, тем временем Макс нажимает сначала переход То есть, это будет именно Манет Армс Да, именно вот здесь Я увидел барак Искал здесь его конюшню Такой, или типа голк А чё, братан А чё с золотом Собираешься? Вот, и он только-только Вышел здесь на золото Тремя релами И только-только Начал заказывать ментов Как по мне Очень поздно Но Соло Макс Здесь продемонстрировал Что не так важен тайминг ментов Он просто хотел создать Как бы, знаете Такую сильную армию Сильную пачечку Которую я не смогу пробить Хотя, опять же Против Сицелица Штука спорная Потому что, ну Скауты пиками не отбиваются Даже если там будет Две пики И это не факт Что это сработает Как он здесь поконтролил Очень хочется знать Как и когда Они куда пойдут Вот, соответственно Здесь я ещё раньше Перешёл тычечку По Скауту ответил А теперь его Скаут Не сильнее моего Соответственно 19 на 18 хп С уроном 5 бронёй 0 Это равное количество тычек Поэтому Скауты у нас равны Ну, то есть Тычка опять Видите, кажется Вроде как Но он всего лишь тычку сделал, да А на деле Скауты равны То есть Он не может просто Райдкикнуть на моего Скаута Вы здесь ещё поигрался Блин, есть такая тема Тоже сложно объяснить Но, короче Оппонент же Типа возвращается В какой-то момент И ты если на этом его поймаешь То можешь демош нанести Опять же Смотрите Мечник его ничего не делает Но он понимает Что я уже каплюсь И понимает Что ему пика нужна Поэтому он заказывает пику Будет ждать ещё лучника Видите, мечниками гэд стоит То есть Вроде бы как Он не наносит урон Но он понимает Что Как только он получит Своих юнитов Вот этих вот Скорее всего Он будет просто сильнее И тогда он нанесёт Больше урон Чем он сейчас будет Палисад долбить То есть Ему важнее Мечников сохранить Дождаться пики лучника И уже с лучником Он здесь сейчас будет Просто уничтожать Соответственно Я тем временем Естественно машу скаутов То есть штука в целом Ничто-то необычное И вот здесь будет Плохой для меня бой Почему плохой? Потому что Он должен быть хорошим Смотрите Я здесь долечу палисад Похожу шестью вилами Но он стоит на горке И что важно Во-первых Пика здесь живёт Я на неё рейт кликнул Тремя скаутами Но её бьют только два Кресты пику не бьют Она куча тычек дала И что важно Что он здесь горки дерётся Тут здесь было шесть скаутов Тут было по сути Три мента Ну типа я потерял Трёх скаутов За трёх ментов Тучника и пику Блин Мне кажется Можно было лучше подраться Реально Особенно здесь исцелиться То есть тут Реально сказалось Я в игре этого не почувствовал Он на горке стоял То есть мне нужно было Как-то принять бой Я не знаю Может быть надо было подождать Пока кресты больше дэмэджа втанкуют Либо больше дэмэджа нанесут А скаутами как-то забежать в пику То есть что-то такое Надо было здесь что-то придумать Короче Я сам расстроился С того как я принял этот файт Ну соответственно Сейчас сразу Приходим к нему на базу Пытаемся навязать Какой-то диалог Какие-то разменчики Но здесь Макс тоже прикольную тему делает То есть он Ну немножко Мне здесь подразводил Эта армия Которая здесь пришла Ещё пик от болучника Он не делал кузню То есть он не нажал стрелу И при этом у него Рано начинает копиться Ресурсы на переход в следующую То есть он здесь Выкусится именно На переходе в замки И я стоит признать Немножко ошалел От его тайминга То есть я реально Не ожидал Что он так рано перейдёт И я как бы понимаю Что он сейчас будет переходить Потому что там нет стрелы Нет какой-то агрессии И так далее И в целом Бургунцы сильная экономика Да здесь дырка Но что там Макс много крестьян снял Поэтому Ничего здесь забрать Не удалось То есть постоял Еще что-то Мне тут поразводили Поконтролил Пока скирмар туда подводил Ничего не вышло А я в свою очередь Ещё и стрелу сделал Да то есть у меня армии Как бы не хватает На то чтобы напрягать Так я ещё и армию сделал Единственный плюс Конечно он тут вышку делает Да я прямо вот сейчас Сюда пришёл Он как раз достроился Тайминг хороший Мне здесь можно было Под вышкой на самом деле Пройти скирмами Я бы тайминг бы выиграл Это приятно Тут Макс может уже переходить Но у него не было второго здания И строить даже не кузню Прикиньте вторым зданием А конюшню Ух ты Прикольный момент Да здесь скауты бегут Кстати можно было попробовать Там обойти Хотя Наверное бы Макс Законтролил бы Если бы я туда пошёл Ну и здесь понимаю Опять же то же самое Как за Берберов Это такое Поэтому там будут кони И ничего страшного Тут я справлю второго арчера И мне переходит Божественная идея в голову Ребята давайте делать Пики плюс скирма Я короче Я короче сицилиец Там бонус редюс Ну чё-то как-то это работает И вот это был реально момент Вот я сейчас закажу Двух скирмов Смотрите Заказываю двух скирмов Сейчас как будет Нажимаю апгрейд Здесь параллельно болюсь Очень Реально То что я вот в этой части Карта закрылся Там без разведки Я просто там ничего не вижу Это реально так засейвил Агру Просто строить там домики Давайте смотреть Короче Он перешел Сейчас воротики тут намечу Все дела Да здесь уже кофиг Какой-то файт Просто как-то разменим Все деремся Ну брат сказал Того сохранить Одного-двух Но ничего страшного Соответственно Вот Я не зря построил скирмов Я реально скирмов Планировал делать Вот И тут где-то Два барака То есть делаю пики Думаю нормально Против брубунских коней Это что надо Сицилицам бум засекюрить Просто сразу пики Чтобы нигде не ошибиться По количеству не отстать Заказываю под вас кирма Сейчас в какой-то момент Такой понимаю Блин Надо отменять 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 Вот Все Отменил скирмов И вот тут я понял Что я плыву Вот Это был момент Который я понимаю Походу я в три ночи играю Вот Я просто понял Что плыву Отменил нахер скирмов Они здесь не нужны Прям совсем Но знаете что смешно Они реально здесь пригодились Я вот здесь Лучника прогнал этим скирмом И второй скирм Потом придет вот сюда И прогонит здесь Второго лучника То есть эти два именно Скирма Два 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 Они реально здесь пригодились Они идеальнейше Раби очень сложно же ТЦ хорошее ставить. Вот как на Этлес поставить ТЦ? Только выходить снаружи. Внутри не поставить. То же самое здесь. Сюда ТЦ не помещается. Удалял лесопилку, не поместился. Вот, соответственно, пошел, поставил на форвард там. И вот это ТЦ. Мне золото здесь не нужно. Но я в итоге всю игру был с огромным количеством золота. Посмотрите, я там покупаю еду, покупаю дерево. Уже просто все ресы. Сделал плуг. И вот здесь реально, знаете, что думал? У него экономика должна быть сильнее. Он перешел раньше меня. У него должны быть там все акапгрейды. Он просто должен улететь вверх. А я реально, прикиньте, я не понимал, что он делает, что он будет играть агрессивно. Здесь прикольно, что я знаю, что там два монастыря. Нет, не знаю, сейчас узнаю. Я сделал от этого скаута. И он, короче, дал мне инфуш, и здесь два монастыря. Прям идеально. То есть я вот здесь побегал. Смотрите, раз вижу, два вижу. Прям понимаю, что там два монастыря. Кстати, монаха можно было попробовать забрать. То есть я знаю эту тему. Но я не знаю вот эту остатку. Не вижу авантос. Кстати, интересно, что он видит. Блин, он видит большую пачку пик. Офигеть. И знает, что... Ну, то, что я камень добываю, конечно, и так знает. Но нету ферм. Можно догадываться, что будет много камня. И вот тут, короче, буду рассказывать сейчас. Значит, иду я такой форвард. Опять же, я думаю, что все плохо. Смотрите, первый замок заказал. Думаю, поставлю вот здесь. Я и голду сейчас буду прессовать. И вот этот ТЦ собью. Я знаю про ТЦ. Вот. И, соответственно, думаю, и камень заберу. Прям вообще. Муа, шикардос. Вот тут вижу осадку, и мои мысли крестами посылаю. Думаю, куда замок ставить? Хочу куда-то вот сюда его поставить. Да, думаю, на горку. Думаю, сейчас поставлю на горку, не смогу камень добывать. Ну, что такое? Вот. И решаю поставить замок вот сюда. Вот. Потому что с осадкой туда точно не подстроим. Два монастыря. Тут конверт. Пиками как мог на коней нажимал. Как мог. Все равно они бьют пики, которые хилятся. Короче, это плохо. И вот здесь ошибка. Реально много крестьян взял. Замок строится просто с бешеной скоростью. И анагар все равно по крестам стреляет. И вот здесь вот этих крестьян сюда брать, ну, прям совсем не надо было. Надо было реально, чтобы вот эти все лилы строили просто замок. И я думаю, что у меня получилось бы его построить. Ну, здесь 86%. Тут еще вот это время. Что-то видите. Ну, тут очень сложно, конечно, контролить было. Все-таки чуть-чуть пики где-то не коней били. Чуть-чуть они не кавалера облупили. Если бы били кавалеров. Здесь, конечно, он вербует этого креста. Им нереально здесь подойти строить под вербовкой. Поэтому, да, 96% и домой. Вот. Чуть-чуть получше законтролить. Прям чуть-чуть. Прям сази я немножечко. Замок построен. Тут реально куча монков может умереть. Не факт, что их удастся засейвить. И тут я думал, я буду отставать. Я смотрю на счет. И понимаю, что счет в целом-то 3400 на 3900. Реально, разница большая, но небольшая. Вот. И я в какой-то момент понял. Блин, я вижу осадку. Я вижу два монастыря. Он, походу, лынет, ребята. Он, ну, лынет. И я понимаю, что у меня сильнее экономика. И реально, у меня в этой ситуации еще плюс 11 крестьян. Я где-то 10-11 вилок потерял. И у меня еще их больше. И тут, наверное, важно, чтобы Макс садил С большой. То есть он, скорее всего, почти не контролил в момент, пока здесь микрил. Все-таки монахи, это ребята очень серьезные. Их если не контролить, это может быть waste of resources. Тут мне что-то резко на 4-й ТЦ. Я такой думаю, блин, а где мой камень? Блин, а где лес? А что, по экономике как-то развиваться хочется? Да, здесь немножечко. Такой на шару хотел вам фото. Чисто посмотреть. Пусть кнопки нажмет. Не могу объяснить. Просто пошел сюда, буду бить аванфост. Самое главное, это наградыщик не получить. Наш монаха нет, их и потерять неохота. Соответственно, доделалась ЛК. Понимаю, что монахов что-то много. Вообще херня какая-то. Пик нет. Какие-то монахи. Чего ли за херня? Минимум он крашит. Вот, намечаю здесь ТЦ. Как мне кажется, очень хороший. Но да. И, конечно, как же хорошо, что сицилийцы строят Таун-центр быстро. Это очень приятно. Здесь важный момент. То есть я вот этих коней только сейчас здесь замечу. Мы же помним, да, что я поубивал коней. У него максимум пара пик. Здесь я держал в голове, что может быть пара конвертнутых пик. И вот здесь сейчас в момент, когда достраиваю ТЦ, моментально прячусь, сразу закрываю, чтобы не забежал внутрь. Здесь я понимаю, что походу монки это незащищенно. У меня уже нормально такое количество ЛК. Уже 6 легкой кавалерии есть. Да, здесь через прыжок в ТЦ сбиваем конверт, убиваем анагар. Не теряем ХП, убиваем таран. Поэтому не знаю, что он здесь вообще на что рассчитывал. И здесь выбегаем легкой кавалерии. Соответственно, кавалера у него не в позиции. Если бы здесь было там еще плюс 4 кавалера, тут можно было реально нормально меня так встретить. Ну, соответственно, Макс заходит на горочку, все вроде контролит, но реально очень поздно начинает конвертить. Это большая ошибка с его стороны. Вот, ну и здесь, соответственно, монахи толком никаких конвертов не добиваются, потому что распределить их толком не получилось. Надо было другие кнопки нажимать. Минус 800 голды, минус 8 монахов, прям изи. ЛК выполнили свою работу просто на 355 баллов из 100. Поэтому просто красавцы, ребята. Да, у Макса очень хороший контроль карты. То есть он в целом все контролит. Здесь, правда, про двух кавалерчиков забыл неприятно. Все, я пошел ко мне под ТЦ, я офигел, когда это увидел. Думаю, что за неслыханная наглость. Тут у меня выключилась мышка в момент, когда мне нужно ударять его в замок, потому что я понимаю, что он вот может выстрелить. Ну, он же видит моих крестьян. Реально, он мог здесь выстрелить по земле, но может быть это пауза, может это за счет чего. Короче, чтобы вы понимали, я бы не начал строить замок, пока он не выстрелил бы анагром. То есть я это контролил. Как только увидел выстрел, я разкликнул на замок. То есть здесь бы я бы не ошибся, как мне кажется. Соответственно, да, здесь армия снова разлетелась. Все-таки ребята сильные там и так далее, кавалерчики. Но замок достраивается и все. Пошло, поехало, пошло, поехало. Здесь сразу в следующий момент думаю, так, у меня сильная пехота, аппана пехота, а почему бы не сделать первой крестовой? Заказываю первой крестовой, 4 ТЦ. А, вообще пофигу. Вот здесь маг снова идет в рейд, и я понимаю, что это хорошо для меня, потому что у меня теперь развязаны руки здесь. Я понимаю, что здесь мало юнитов. Я могу дальше его здесь напрягать. То есть я пойду туда, туда, мне вообще ничего не помешает, никаких файтов, ничего. Файт-то он выиграл. Я, по сути, не могу дальше от замка отойти. Он выиграл файт. Вот, а я понимаю, что вот с этим рейдом все будет зашибись. Самое главное, его здесь расконтролить. Стоит признать, расконтролил его здесь не идеально. Вообще, в идеале, был просто закрыт здесь лирки, которые появились, и было бы прям вообще шикардос, потому что никакого рейда, ничего. Но важно, что Макс здесь своих коней, по сути, просто теряет, потому что пики сюда доделались, до цехи как-то стреляют, с первой стрелой. Вот, и все четненько, все здорово. Ну, соответственно, здесь начинает таран пробивать. Я думаю, блин, а что тут один крест, его за пару секунд достроить все нормально. Здесь аванпост. Такой, думаю, надо, чтобы он не выходил. Я понимаю, что это будет план, план коробка. Будем закрывать оппонента в коробочку. Вот, соответственно, апгрейд, по-моему, сделал на то, чтобы сразу как сержанты появились, на то, чтобы здание быстрее ломали. И просто идем в форвард. Все, просто все вперед, на камень. Строит замок. Здесь искал во второй камень, знаете, вот так. Так, камень, 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 камень. О, камень. Замок. Вот, соответственно, строим здесь. Там не так видно. Строим здесь. Будем строить тут замок. Вот, и я понимаю, что я любой замок дострою, что ничего не сделает. А когда я отбил вот этот камень и увидел, что здесь много камней осталось, я понял, что у него нет камня на замок. А если у него нет камня на его контр-замок, это значит, что я могу идти куда хочу, когда хочу, как пожелаю строить замок, где пожелаю и зачем пожелаю и вообще. Ну, этот замок достроил, я думаю, вы на стримчанских видели Там мы там красиво показали, как этот вычинивал таран, что-то еще делал Крестьянка подошла, пока замок стрелял по тарану и достроила замок Прям чётенько, красиво, мне самому понравилось И что важно, что у меня 4 ТЦ, а ему начинают сбивать, а я ему начинаю сбивать экономику То есть у него, может быть, она там стильная, может еще что-то Ну, просто банально, когда вам сбивают фермы, и фермы не работают, это очень неприятно, это очень больно В ДС Мак здесь кое-как еще достраивает какие-то эти, достраивает там монахов Тут 4 релика, очень приятно, они ему еще и еду генерируют, поэтому штука очень прилично сильная Но Макс здесь не справился, слишком много сразу точек для контроля То есть он хочет влево уходить, надо замок контролировать, мой замок хочет сломать Он реально, он столько внимания, я на этот замок даже не смотрел Я увидел здесь таран и думаю, ну и вкусный Замок и замок, я новый построю Я куплю новый, главное, что камень здесь добываю Сломал палисадик, сразу заходим внутрь, и вот этот замок просто фиаско Сейчас посмотрите на количество ферм от Макса Вот эти крестящие фермер Сейчас он их снимет Это вот здесь он должен понять Смотрите, он их снимает Да, снимает, 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 снимает Макс, надо выводить крестьян отсюда Короче, тут сейчас будет момент, там будет очень смешное количество фермеров Макс Соответственно, сейчас их 15, здесь замок начинает наваливать Еще куча крестьян минус То есть видите, по крестам совсем недавно было ровно, сейчас у меня плюс 20 Просто потому что с такой позиционкой нереальный кресток сохраняет В этом ТЦ все потеряны, и вот у Макса 12 ферм 11 ферм Всего лишь 11 ферм против 35 ферм Но в такой ситуации это уже реально прям проблема У Макса здесь есть 3 таранчика, все круто Но я специально здесь парочку сержантов контролировал отсюда и их особо не убирал Потому что я видел, они осадку ломают, которая неприятная И может от тарана поможет Ну и в свою очередь здесь даже еще тарана заказал Когда увидел, что он замок не контролит Думаю, ни хера себе, такая халява надо брать Вот, соответственно здесь увидел слева, такой думаю, так, что-то он как-то... Вот этот аванхоз, кстати, очень кайфовый Посмотрите на Vision, просто все сразу понятно Что Макс уходит налево, что он выходит не куда-то вот туда Потому что здесь я даже не разведывал То есть я это пытался именно контролировать, именно понимать, знать Ну здесь на камень вышел, неприятно Надо было все-таки получше контролировать Там в какой-то момент начну Вот, и понимаю, что вот этот замок надо с этой стороны вот уже в коробочку Соответственно здесь таранчики у меня поразбалило Все прикольно, своими таранчиками поехал Ну здесь два сержанта, которые с этими таранчиками разберутся А в это время здесь очередной замок Пики здесь легко разобрались с теми кавалерщиками Которые еще и, по-моему, аванхоз дубили И не отвечали пиком И этот замок достраивается И я понимаю, что ситуация шикардос Резы сами накопились на имп То есть реально, просто много ферм Хорошие там апгрейды какие-то, хэви-плоу Фермы не кончаются Поэтому все работает Нет, конечно, второго топора, это обидно Но все равно экономика приятная Экономика сильная реза на импе Все, вперед, поехали, вперед в имперскую эпоху Вот, соответственно, плюс 40 крестьян уже Нажимаем имперскую И тут на самом деле я уже ощущал, наверное, что побеждаю Поэтому от меня здесь требовалась уже какая-то хладнокровность Нигде не ошибиться Именно вот эту вот часть игры вот здесь вот Сделать четенько Просто, чтобы были фермы Чтобы были все апгрейды Вторую тачечку, вторую пилу И просто заказ юнита Здесь понимаю, что можно еще замочек поставить Я реально, я так кайфанул, как вот этот замок построил Все, посмотрел, думаю, неплохо Именно вот с этого замка И я поверил в себя, думаю Ну, я сейчас еще один построю А когда я увидел вот здесь армию Я думаю, ну все, ты приплыл, Максимка Потому что армия здесь убивает какие-то там пики Очень, наверное, опасные вот в этой точке И я понимаю, что он банально не успеет сюда добежать То есть даже если он прямо сейчас побежит вот сюда Он просто не успевает добежать Замок построится быстрее, чем он сюда прибежит Вот, и это реально дичь То есть Сицилий очень сильно отсылает Но этот замок еще там на два Вот этот замок достает почти до четырех ТЦ То есть он отбивает реально резко почти с четырех ТЦ И еще вот этот замок упал до импок Но это вообще фиаско Типа, прикиньте, вы в такой ситуации У вас есть защитный замок И он падает от одного, от двух, от полутора таранов Ну это просто тиль И, соответственно, Макс здесь уже сдается Понимает, что ловить нечего Плюс 50 крестьян, почти импы И вот так вот завершилось наше противостояние За проход в групповую стадию То есть это, на самом деле, основной этап Но я бы сказал, что это последний шаг квалификации К основному этапу турнира King of the Desert 4 И к топ-16 по миру с хорошим призовым фондом Так, прошла игра Надеюсь, ребят, что вам это видео понравилось Что большинство из вас досмотрят до конца Потому что противостояние было реально очень клевое Очень эмоциональное Значит, на стримах ребята болели и все такое Постарался я вам здесь донести Немножечко каких-то своих мыслей Может быть, на второй план убирал Именно какое-то, знаете, новое Типа вау-эффект Вот, поэтому старался именно Какие-то свои мысли донести И свои эмоции Что, я думаю, тоже очень важно Поэтому в очередной раз, ребят Большинству из вас Тем, кто там поддерживали в личку И не в личку Огромное спасибо за поддержку Поэтому продолжайте смотреть Наше противостояние К сожалению, да, ребята Другие вылетели Но я все еще в турнире Будем бороться, будем стараться Вот Не факт, что в ближайшее время Будет много стримов и видео Потому что будем готовиться Хотя, опять же Стараюсь и период для вас В общем, такой получился видос Обязательно с вас Комментарии, лайки И не забывайте подписываться на канал Кто этого еще не сделал Всем большое спасибо, ребят За видео Всем хорошего дня, вечера И жду вас обязательно На следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok